Представь себе, что наука и технология достигли такого уровня, что специалист-одиночка может самостоятельно проводить изменения в геноме. Можно ли доверять такое оружие врачу, специалисту, каким бы хорошим он ни был? Я думаю, что мы, конечно, доверять не можем, и такого состояния, я думаю, что мы не достигнем, потому что природа, она разумна, и ее высший разум, он нам не позволит этого сделать. Так что нам придется менять себя самим. То есть вы не верите, что появится такой специалист или специалисты, которые будут вот так вот поворотом ручки? Они могут крутить сколько хочешь, они могут думать что угодно о своих возможностях великих, но ничего у них не получится. А что у них получиться может, вот как вы считаете, вот благодаря вот этой генной инженерии? Ну что, чего можно добиться вот такого? Ну я не знаю, ты понимаешь, конечно, некоторого улучшения добьются. Чтобы меньше болели, меньше страдали. Да, но чтобы это изменило человека, ни в коем случае, потому что то, что мы говорим о добре, зле, о... Любви, ненависти. Да, это невозможно. Это может быть только если человек сам пожелает. Причем пожелает абсолютно... Кончательно, да, изменить. Замечательно и бесповоротно. И будет об этом просить. И соответствуясь силой природы, произойдут в нем такое изменение. То есть никто не вмешивается, кроме самого человека, который просит, чтобы меня изменили. Да, вот так. Да. То есть его надо довести до состояния, чтобы он просил, чтобы его изменили на самом деле. Да, то есть он должен убедиться, что сам он не может, но в природе есть такая возможность. Почему вот это убеждение того, что сам я не могу, берет тысячелетия? Почему? А человек, он хочет все делать сам. Да. Вот смотрите, то же самое с инженерией генной и так далее. Мы сами хотим сами. И это тысячелетия идут, человек пытается все сам изменить. Сегодня он все, там, не знаю, природу меняет, экологию уничтожает и так далее. В результате, чтобы только прийти вот к этой вот маленькой вот этой вот мысли. Ого, маленькой. Это кардинальная революция внутри человека, когда он понимает, что он не может ничего сделать с самим собой, а ему надо произвести изменения именно в себе. Да. И тогда он... Тогда революция произойдет. ...обращается к природе. Да. Миллионы книг написаны. Угу. Войны проходили сумасшедшие за тысячелетия, захват и так далее, для того, чтобы прийти вот только к этой мысли. Вот это меня поражает, вот это меня поражает. Она является основной, основополагающей, базизной во всей природе, что мы созданы эгоистами и должны прийти к состоянию, когда мы определяем себя абсолютными эгоистами, что мы вредим всей природе. И если мы хотим что-то поменять, мы обязаны изменить себя. Вот тогда-то и будет изменение вида, рода, человечества и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok